Ремонт в этой небольшой квартире можно назвать авангардным. Влажные обои хозяйка прибила гвоздями, для того, чтобы тени сворачивались в трубочку. От сырости они уже утратили цвет. Натяжной потолок, когда-то радовавший своей гладью и глянцем, теперь отражает обшарпанные углы стен. Часть оконной рамы стала зелёной, здесь хозяйничает плесень. А вид из окна не менее жизнеутверждающий на мусорную свалку. Живу на удлинительной системе. Электричества у меня нету, сами видите, плачевное состояние. В квартире тоже видели, всё течёт. Ремонт сделать не могу, живу как бомж, но в своей квартире. Татьяна Карташова не одинока в своих бедах. Практически все жильцы верхних, да и нижних этажей её товарищи по несчастью. Коридор подъезда как полоса препятствий. Темно, выбило пробки, сыро, а вдобавок повсюду расставлены тазы и вёдра. Пластиковая посуда стала обязательным атрибутом и в домах жильцов. У меня живёт мама, ей 56 лет. У неё сахарный диабет, у меня здесь ребёнок. Ей 6 лет, этот запах, невозможно, вы сами это всё видели. Корень проблем жильцов дома номер 15 – протекающая крыша. Казалось бы, банальная проблема, которую можно решить капитальным ремонтом. Вот только у мэрии Карачаевского городского округа, к которому и относится этот дом, своё видение этого вопроса. Дело в том, что взносы за капитальный ремонт жильцы данного дома в большинстве своём не считают нужным платить. Ситуация с домом 15 плачевная только потому, что уровень оплаты дома номер 15, ну, совсем низкий. Ну, они не хотят ни платить ни за что. На сегодняшний день уровень оплаты дома номер 15 – 4,6%. С такой оплатой им никто не отремонтирует дом. В проблему вмешался региональный Минстрой, где, тем не менее, считают, что население оказалось в ловушке недобросовестной работы управляющей компании. Работая плохо, она утратила доверие жильцов, которые, в свою очередь, отказываются платить за невиданные доселе услуги. Разрубить этот Гордиев узел – задача тяжёлая. В результате неоднократных рабочих поездок представителей Минстрой Республики руководитель ведомства принял неординарное в этой ситуации решение. Несмотря на эти платежи, 15-й дом мы включили в программу капремонта, и 4-й дом мы включили в программу капремонта, несмотря на то, что у них нет несобираемости, несмотря на то, что они сами активную позицию не проявляют. Таким образом, возможно, уже в этом году у жителей 15-го дома появится надёжная крыша над головой. Запах сырости останется в прошлом, а в будущем жители смогут создать товарищество собственников жилья и самостоятельно выбрать устраивающую их управляющую компанию.